Здорово, парни! Это небольшое дополнение, часть 2, к предыдущему ролику, потому что вскрылись новые интересные факты и данные. Дело в том, что сразу два моих подписчика мне посоветовали попробовать в Precision X1 от Evgo залочить частоту. И действительно, это дало свои плоды, карта больше не отрубается, она работает нормально. Причем, если я запускаю 4Mark, ну, сейчас просто на минимальном режиме, видно, что частота все-таки динамически изменяется, то есть, видимо, управление переходит к конкретному приложению, оно все равно рулит ситуацию, но после его закрытия не происходит никаких черных экранов, краши и прочего. То есть я уже прошел, в принципе, все тесты, и сейчас заодно хочу вам продемонстрировать, что это все неголословно, что действительно все работает. То есть, по факту, в таком режиме карту даже можно эксплуатировать, потому что, ну, температуру, вы видите, без нагрузки, все равно в районе 40 градусов, даже при такой частоте, так что, ну, можно сказать, что отчасти мы добились некого успеха. Это, наверное, отдельное подтверждение того, что косяк находится все-таки где-то в драйверах, а не в биосе, как раньше мне многие говорили, и не в самом ГПУ. Причем мне здесь один из подписчиков скинул фрагмент, скажем так, схемы на 3070, где как раз есть участок прострапы. Как можем видеть, действительно планировался Samsung на 16 гигов, единственное, что с частотой в 8 ГГц. То есть, я так понимаю, они планировали ставить здесь HC16, скорее всего. Но даже HC14 спокойно до 8 тысяч гонится, поэтому можно считать, по сути, у нас сейчас карта, которую Nvidia изначально планировала выпускать, да, по частотным характеристикам. Поэтому давайте сейчас кратенько я запущу все тесты бенчмарки, чтобы, ну, было более развернутое видео, если кому будет интересно, потому что люди спрашивают, там, ты тестировал в этом ли, а в этом, а в этом. В любом случае, если тестов будет мало, то я готов предложить эту карту кому-нибудь на обзор, если вдруг кому-то будет в этом какой-то интерес. Разумеется, тем, у кого куда больше подписчиков, чем у меня, без каких-то проблем могу отослать ее, ну, единственное, что в пределах Москвы, разумеется, на тесты, чтобы люди ее погоняли в играх, во всех бенчмарках, потому что, ну, из меня тестировщик весьма-весьма посредственный. Ну, ладно, давайте сейчас посмотрим, что из этого всего выходит, и вы воочию убедитесь в работоспособности нашего продукта. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok